Поблагодарили за великий подвиг. В Ливодийском дворце прошла акция «Победу славим». Ветеранам Великой Отечественной войны вручили их портреты, а полотна с изображением тех, кто не дожил до этого момента, передали родственникам. Художники трудились над созданием картин на протяжении семи месяцев. С авторами и героями живописных работ пообщалась Анастасия Соленик. Эти портреты художник Алексей Шевчук написал специально, чтобы поблагодарить ветеранов, ведь они совершили великий подвиг. Не жалея себя, мужественно сражались за нашу родину. Фёдор Гаврилов очень рад такому подарку. Признаёт – не ожидал. Совсем недавно ветеран отметил 90 лет, а с окончания войны прошло уже 70. Даже тяжёлые годы Великой Отечественной пенсионер мужественно вспоминает с улыбкой. Я летал на самолёте Ил-2 рядовым стрелком. Совершил больше 127 боевых вылетов. Ил-2, а это грозный самолёт. И наводил страх фашистов. Григорий Иоффе пришёл сюда забрать портрет своего отца. Тот попал на фронт в 15-летнем возрасте. До нынешнего торжественного дня не дожил считанные недели. Я сейчас посмотрел впервые на этот портрет и мне показалось, что художник Шевчук уловил главные черты моего отца. И этот портрет будет в нашем доме напоминать нам о нашем отце. Художники трудились, не покладая рук, на протяжении семи месяцев. Но к Великому дню, 9 мая, портреты закончить не успели. Алексей Шевчук в работу вложил всю душу. Для него это личная история. У моей матери было семь братьев. Четыре погибло. Три вернулись инвалидами с фронта. Отец мой воевал. Акция «Победу славим» – давняя задумка Министерства культуры Республики. Это ещё один способ сказать спасибо нашим героям. Можно организовать великолепный концерт для ветеранов. Можно сделать торжественный приём. Всё это мы сделали. Но портрет, который будет висеть в главной, наверное, комнате дома или квартиры, и когда дети и внуки будут каждый день смотреть на подвиг деда или своей бабушки, это на века. Анастасия Соленик, Александр Тегнилидно. Время новостей. Ливадия.